Я бы хотела рассказать, поделиться опытом не классического, может быть, течения, не классического взгляда, да, возможно, где-то решения принимались консилиумом, да, вот такого пациента, который немножко не укладывается в то течение болезни, которое мы привыкли видеть. Ну, смотрите, молодой пациент 66-го года рождения, исходно болеет с 11-го года, появился зуд в области родинки, пациент не обращался в течение двух лет, но отмечал частые солнечные ожоги, зуд, жжение. И к 13-му году, когда образование приобрело вертикальный рост, изменился цвет, пациент только тогда обратился, и поставлен диагноз меланома кожи 3Б0М0. Выполнено исчечение, данных за отдаленные метастазы не получено, и через полгода, к сожалению, пациент к нам возвращается, несмотря на то, что достаточно ранняя стадия была. Пациент самостоятельно обнаружил увеличенные лимфоузлы подмышечные, выполнена подмышечная лимфодисекция слева, не обнаружена мутация в генебрах, и на тот момент мы решили предложить пациенту адевантную терапию интерфероном альфа. И на фоне этой терапии, да, через полгода, пациент опять же прогрессирует, да, появление метастазов легкие. Что мы могли предложить тогда? Это химиотерапия первой линии, докорбозин, два цикла, неэффективно, прогрессирование в легких. Еще два цикла химиотерапии, прогрессирование. Еще два цикла другой, уже третьей линии терапии, прогрессирование. То есть получается, что пациент от момента постановки первичного диагноза, да, третья стадия была уже через полгода, при неэффективности адеванта еще через полгода прогрессирования, непрерывное прогрессирование на трех линиях терапии. К этому моменту была возможность включить пациента в программу расширенного доступа. Четвертая линия терапии для пациента была, с марта по май, это четыре введения эпилемумаба, которые являются классической схемой для таких пациентов. Осложнениями были зуд и сыпь, причем достаточно длительно выраженные, потребовавшие назначение кортикостероидов и опять же прогрессирование в легких. То есть, напомню, брав отрицательный пациент, неэффективность уже четырех линий терапии, одна из которых эпилемумаб. Насколько мы можем что-то еще предложить этому пациенту и стоит ли, если мы имеем ограниченный доступ к какой-то современной терапии, надеяться на эффективность у этого пациента современного лечения? А можно мы сначала, Наталья Владимировна, можно мы сначала спросим мнение экспертов, а потом перейдем к голосованию? Хорошо покажено из предложенной тактики. Светлана Анатольевна, вы бы что здесь выбрали? Какой вариант? Понятно, что... Практически справедливости скажем, что она была еще не одобрена, комбинация, конечно. Да, единственное, что осталось. Но стоит ли, вот если у нас, например, в условиях ограниченного доступа к препарату, надеяться на эффективность, то есть на одевается интерферон прогрессирование, на эпилемумабе прогрессирование с осложнениями шоу препарат. Насколько мы можем верить в эффект? И самое эффективное – это клиническое исследование. Да, на самом деле, клиническое исследование, конечно, мы всегда... Почти... Еще раз? Клиническое исследование. Клиническое исследование. Данил Жукович, вы как считаете? Допустим, что все есть. Есть еще, я не могу... Но без комбинации, не оставляли бы эпилемумаб, да? Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. А Кристина Вячеславовна как считает? Я подозначила болжанскую диагностерапию. То есть эпилемумаб вы бы сняли в данной ситуации определенно. Хорошо. Давайте голосовать? Давайте. А если оказалось бы, что эта меланома не экспрессировала бы ПДЛ, было бы менее 1%, вы бы все равно эпилемумаб бы исключили, Данил Гоевич? Согласно и с аудиторией, и с экспертами, конечно, если есть возможность клинического исследования, это прекрасно. Но это действительно малый шанс, да, включения. Чипоин, ингибиторы, конечно, тоже... Мы на самом деле... Вот с такой картинкой я привела только несколько метастатических очагов, да, они достаточно, ну, вплоть до крупных очагов, по полям легких, невозможно провести зато-регулятивное лечение. И сегодня вот на таком снимке мы начали лечение. Действительно, мы взяли антипезиодин, это был неволумаб, и получаем эффект. В общем-то, только стабилизацию. Нет осложнений, пациент идеально переносит, да, и вы посмотрите, что было дальше. Это август 15-го года. 16-й год. Абсолютно все метастазы без динамики, но при этом нет новых. 17-й год. Два года, пятая линия терапии. Нет метастатических очагов. Но вы смотрите, что происходит дальше. Да, мы ввели 52 введения антипезиодин, и при этом на сентябрьском КТ мы видим, в области надпочечника появляется, действительно, Деново не раз пересматривали, метастатический очаг. При абсолютно стабильной картине легких. Новый очаг, ну, как сомнению не подлежит, в общем-то, что он новый. Вот что делать в этой ситуации? Думать ли о каком-то псевдопрогрессировании, продолжать, наблюдать, сделать попытку цитой редукции, или вообще поменять лечение? Интересный вопрос. Вы сразу же голосуете, да? Ну, как? У нас на самом деле очень мало времени, к сожалению. Мы будем спрашивать экспертов, или я расскажу, как мы действуем? У нас очень мало времени, поэтому я думаю, что лучше продолжиться. Ну, на самом деле, действительно, консилиум по поводу этого пациента неоднократно собирался. Я обсуждала, и с институтом онкологии мы мнение спрашивали. Прислушались, спасибо им большое. И мы выбрали первый вариант, все-таки посмотреть в динамике, да, этот очаг. Что мы получили? Мы до обследования провели, надо еще сказать, все-таки, ну, мало ли, мы что-то упускаем, есть какое-то сомнение. Что мы сделали? На одном из мастер-классов пациенту повезло участвовать при эндосонографии, да, через пищеводному УЗИ появилась возможность тонкой гонгольной биопсии. И, то есть, мы теперь совсем не сомневаемся, это метастаз, да. Дальше мы смотрим КТ. Через два месяца у пациента очаг вырос в два раза, даже немножко больше. Что теперь вы предложите? Это рост одного изолированного очага, который появился, не было его, да, а все предсуществующие очаги абсолютно стабильны. Хорошо. А можно вопрос пока до голосования? Скажите, пожалуйста, вы получили материал, вы получили морфологический материал, сделали биопсию, залезли туда. Вы на повторную молекулярный анализ отправляли, на наличие бироф-мутации? Нет, у нас есть в плане. В плане? Хорошо. Ну, тогда голосуем, давайте. Так как была только тонкой гонгольная биопсия, потеряла бы вообще мало, и были еще не были в том числе. Может быть, как раз это тот очаг, который, учитывая поликлональность опухоли, он может быть мутирован. Ну, спасибо за варианты. Мы еще раз обсуждали этого пациента, не один консилиум. Мне довелось побывать на персепторшип за границей. И известная фамилия такая Шудендорф. Я в том числе так вот сложилась, посоветовалась и с ним. Он согласен с вами, и он причем настолько был уверен. Вот я еще только-только начала рассказывать, он говорит, все, удалите, удалите, удалите. Мне так понравилось. Все-все-все здесь даже не обсуждается. То есть, насколько для нас эта ситуация не рядовая, они уже достаточно привыкли, как вы говорите, что к поликлональности. Мы так и сделали. Нам помогли наши хирурги. И в декабре лапароскопическая адреналоктомия слева. Вот такой очаг. Ее выделили. Вот он на линейке. Так он выглядел. И мы получили гистологическое заключение. Метастаз миланомы в надпочечник, вне всякого сомнения, без ботоморфоза. Может быть, минимальной первой степени. И что мы видим? Вот этот очаг, да, сентябрьский. И вот наши успехи после операции. Понятно, очага нет, но стабильная картина в легких. Это буквально на этой неделе мы делали КТ пациенту. Получается, что общая выживаемость с момента постановки диагноза 4 стадии, 3,5 года. 5 линий лечения. Но если мы продолжаем верить, надеяться, и пациент с нами верил, да, на фоне 5 лечения, 2,5 года, с цитередукцией неполной, да, мы вот такой имеем результат. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. А сколько времени после операции прошло? Пока немного, но мы будем держать вас в курсе, как будет дальше.